Да, свершилось чудом! Друг спас жизнь друга, говорил Карлсон, когда сожрал все запасы варенья у несчастного малыша. На самом деле Карлсон был прав. Например, варенье из малины, как мы его называем, малинованное варенье, помогает при простуде. Но, если вы заболели серьезной болезнью, каким-нибудь гриппом, не дай бог, можно сварить варенье и из другого продукта. Например, из чеснока. И вот это совершенно другое варенье. Я думаю, что Карлсон его бы не стал есть в таких количествах. Варенье, пожалуй, самое знакомое и любимое с детства лакомство. Но что такое варенье? Спросим об этом тех, кто его больше всего любит. Это с белинами нужно кушать. Из малины, из всяких ягод. С ряблочками фрукт. Сначала ягодки нужно отрывать, а потом валить в них. Ягодку кладут в кастрюлю. Воду наливают. И варенье делается. В чем-то они правы. Варенье – это сваренные плоды и ягоды в сахаре или сахарном сиропе. В отличие от джема и повидла, где все ингредиенты перетираются в одну сплошную массу, главное правило приготовления варенья – ягоды или плоды должны сохранить свою форму. Если плоды слишком крупные, то их просто нарезают. И еще одно условие – никаких консервантов и загустителей. Эти роли играет сахар. Но оказывается, варенье можно варить из самых неподходящих для этого блюда продуктов. Сегодня мы попробуем удивить наших сладкоежек. Это Илья – повар, специалист по производству самого разнообразного варенья. Для наших гостей он приготовил три вида этого лакомства. На первый взгляд – ничего необычного. Мы не раскроем секрет, что в его основе. Детям самим предстоит это угадать. Давайте попробуем первое варенье. Из чего же оно? Из красной смородины и кружевника. Из нёвая. Из красной смородины. Из чёрной смородины. Я думаю, это из красной смородины и тоже из кружевника. Угадать, к сожалению, не получилось. И неудивительно. Вряд ли детям придёт в голову, что это варенье приготовлено из цветов. А точнее, из лепестков роз. Посмотрим, как на первый взгляд несъедобные лепестки превращаются в сладкое лакомство. Для этого варенья лучше использовать лепестки чайной розы. Нет, это не вымоченные в чай цветы. Это особый сорт розы. Он получил своё название за запах, напоминающий аромат свежезаваренного чая. Лепестков нужно 250 граммов. Также понадобится 600 граммов сахара и один лимон. Лепесткам нужно устроить настоящую головомойку. Для этого их перекладывают в дуршлаг и ошпаривают кипятком. А затем сразу же опускают в ледяную воду, чтобы остудить. И повторяют этот процесс ещё три раза, чтобы лепестки стали мягкими. Теперь они больше напоминают маленькие лоскутки ткани. Затем эти кусочки нужно отжать. Как декоративное растение, роза известна человечеству 5000 лет. Древние римляне открыли целебные свойства розы. Делали из неё лекарственные средства и косметику. И добавляли во многие блюда. Лепестки нужно засыпать сахаром, залить лимонным соком и тщательно перемешать. Кстати, лимон нужен для того, чтобы вкус варенья был не таким терпким. Ведь в лепестках роз содержится огромное количество эфирного масла. Есть варенье с запахом духов смогут разве что большие любители экзотики. Лепесткам нужно настояться в сахаре и лимонном соке четыре часа. Теперь нужно приготовить сахарный сироп. Для этого стакан сахара смешивают со стаканом воды и варят в течение сорока минут. Когда сироп готов, в него засыпают лепестки и варят ещё один час. Но неужели они не разварятся и не превратятся в желе? Дело в том, что во время варки из лепестков уходит вся жидкость, а её место занимает сахар, то есть лепестки засахариваются. Они становятся достаточно жёсткими и даже хрустят на зубах. Кстати, роза даже после термической обработки не теряет своих полезных свойств. В ней по-прежнему осталось огромное количество витаминов. Так что для детей такое лакомство очень полезно. Правда, после всех этих манипуляций в нашем варенье роза перестала быть похожей на розу. Вот поэтому маленькие сладкоежки испутали её со смородиной и крыжовником. Посмотрим, справятся ли они со второй загадкой. А ну-ка, дети, из чего оно сделано? На этот раз дети нас раскусили. Действительно, этот десерт приготовлен из лука. Но как из такого горького овоща получается такое сладкое варенье? Для этого рецепта нашему повару потребуется яблоко, сахар, лимон и, собственно, сам репчатый лук. Главными любителями лука, безусловно, считаются французы. Из него они готовят множество блюд. Делать из лука варенье придумали именно там. Сначала это был сладкий соус к овощным, мясным блюдам и сырам. Но со временем гурманы начали употреблять его как десерт. Намазывали на хлеб или просто ели ложками с чаем. Сейчас Илья покажет, как из горького лука сделать вкусный десерт. Сначала лук нужно очистить и нарезать. Кстати, горький и жгучий запах и вкус луку придают фитонциды, эфирные масла. Именно они заставляют нас плакать. И именно они являются отличными природными антибиотиками. Затем лук нужно полить лимонным соком. Посыпать сахаром. И оставить настояться около двух часов, чтобы он дал сок. Яблоко нужно очистить, натереть на мелкой терке и тоже посыпать сахаром. И полить лимонным соком. Перекладываем наше счастье луковое в сотейник. Ставим на плиту. Доводим до кипения и даем остыть. Теперь добавляем к луку яблоко и варим еще три часа. При термической обработке часть эфирных масел улетучивается, а вместе с ними уходит и горький вкус. Но даже в таком виде лук не менее полезен. Ведь в нем содержится большое количество железа и калия, которые остаются даже после варки. Варенье готово. И действительно, луком тут и не пахнет. Настала очередь третьего варенья. Посмотрим, понравится ли оно нашим гурманам. Как вы думаете, дети, из чего сделано это варенье? Из свеклы. Я думаю, тоже это свеклы. Из свеклы варенье тоже варят. Но наше приготовлено из самого несладкого продукта. Из чеснока. Посмотрим, как происходит превращение жгучего чеснока в пусть и не самый сладкий, но все же десерт. Для этого нам понадобится сам чеснок, клюква, а вместо сахара – мед. Целебные свойства чеснока люди раскрыли еще четыре тысячи лет назад. А прародителями чесночного варенья были древние греки. Именно там начали варить чеснок в вине, смешивать с медом и получали лечебную, но сладкую массу. Наш чеснок готов к превращению. Сначала его, конечно, нужно очистить и нарезать. Оказывается, ядренный вкус и запах чесноку придает аминокислота под названием аллицин. Именно она и выделяется при нарушении целостности зубчика, чеснока, издавая характерный стойкий запах. Клюкву нужно помять, чтобы она выделила сок. Затем чеснок смешивают с клюквой и добавляют мед. Ну, прям полный набор витаминов. Хоть сейчас зачерпывай ложкой и ешь. Но все же, чтобы вкус не был, так сказать, на любителя. Всю эту смесь нужно поставить на плиту и варить в течение трёх часов. Варенье считается готовым, когда чеснок становится мягким. Правда, полностью избавиться от вкуса чеснока не помог даже мёд. Теперь мы знаем, варенье можно варить не только из ягод и фруктов. Правда, сладкими такие десерты получаются не всегда. Если вы захотите удивить детей, лучше угостите их самым обычным клубничным вареньем. А вот члены нашей съёмочной группы замечают, что чеснок, будучи приготовленный в виде варенья, теряет свои полезные свойства. А основное полезное свойство чеснока это то, что когда вы съели целую головку, к вам ни один больной на километр не подойдёт. Этим, кстати, регулярно пользуются наши члены съёмочной группы. Фу. Галилей! Галилей!